Нынешняя компания, она беспрецедентна по количеству состава международных наблюдателей, их контролю и вниманием к этим выборам. По стремлению власти обеспечить запрос международных структур в части интеграции нашего избирательного права, предъявляемого ему стандартным. 11 октября, мы вышли уже на тимошную прямую. На ваш взгляд, есть ли у вас претензии, пожелания к участникам Бонки, к вашим оппонентам, ну и, конечно, к тем, кто будет оценивать их голосование, и вообще всей компанией этих выборов? Ну, во-первых, может быть, вы и знаете некие стандарты международные и прочее, я лично их не знаю. Хотелось бы, чтобы меня познакомили с теми стандартами, которым мы должны соответствовать. Беру кавычки, это риторический вопрос. Самое главное, и я уже это не единожды подчеркивал, мы проводим наши выборы согласно конституции и законодательству нашей страны. У нас есть законы, есть конституция, они прошли соответствующую оценку, мы были за это. Наша конституция и наши законы призваны во всем мире. Я и в ходе этой избирательной кампании слышу эти оценки, непредвзятые оценки, тот, кто открыто смотрит на наш процесс политический. И они очень позитивно оценивают не только ход президентской кампании досрочного голосования, организацию этого процесса, но и то законодательство, по которому мы проводим наши выборы. К примеру, кому-то не нравится досрочное голосование, но оплот демократии Соединенные Штаты Америки проводит досрочное голосование, по-моему, даже за несколько месяцев до основного голосования. Поэтому, прежде чем критиковать нас, я просто один пример назвал, можно много их назвать. Поэтому, прежде чем нас критиковать, идите и отстройте там этот процесс, как кто-то хочет. Это во-первых. А во-вторых, если мы с вами хотим соответствовать неким стандартам, давайте раз и навсегда, будь то в рамках Организации Объединенных Наций, что мы предлагали вместе с Россией, будь то в рамках ОБСЕ, то, что мы предлагали от имени СНГ и Евразийского экономического союза, давайте выработаем эти стандарты. И если мы примем их, подпишемся под ними, мы свято будем их соблюдать. Ну, ладно, отодвинем эту проблему в сторону. Если нам зарубежные гости наши, наблюдатели, предсказатели и просто мечтатели подсказывают что-то толковое, и мы видим, что это наша перспектива, мы немедленно берем на вооружение. И таких немало было новаций в процессе выборов, будь то парламентских, будь то президентских. Поэтому о стандартах, если мы говорим, ну, может быть, у журналистов и есть такой термин, но стандарты пока, к сожалению, эти не выработаны. В плане пожелания, вы сказали оппонентам, я так понимаю, трем кандидатам, которые у меня есть, самое главное пожелание, чтобы мы достойно подвели итог выборам. Достойно, по-белорусски. Я проиграл, я честно скажу, что я проиграл. Кто-то проиграл, они должны честно сказать, что они проиграли. Это будет достойно белорусского народа, и это будет в копилку нашего государства и нашего народа. Что пожелать хочу, ну, кому еще пожелать, я не знаю, вам, достойные картинки и репортажей достойных, всем журналистам, не только белорусским. Белорусскому народу, чтобы было тихо и спокойно, но это уже моя проблема. Я должен обеспечить этот порядок, пока я президент. Будет кто-то другой, я ему хочу пожелать, чтобы он в нашей стране в это бурное и непростое время для всех, и для нас, и для соседей региона и мира в целом, время непростое, чтобы будущий президент смог обеспечить мир и покой для нашего народа. Самое главное для народа, я думаю, здоровье. От здоровья зависит настроение. От здоровья зависит все. Но и не только здоровье ему, есть еще поважнее вещь, это здоровье детей и внуков. Вот желаю только одного, все остальное мы в состоянии купить. Второй национальный телеканал ОНТ Анатолий Замкович. Вот мы ознакомились до выборов с предвыборной программой всех кандидатов, в ваших в том числе. Заметили там какие-то такие стратегические, важные, очень сильные моменты. Ну, детализировать уже не будем, уходить в глубину. Тут такая ситуация, мы между собой общаемся и не так понимаем, что вот и в мире ситуация напряженная. У наших соседей можно ли ожидать в случае избрания вас президентом, что для достижения некоторых пунктов программы, для выполнения их, будут использованы, возможно, не самые популярные шаги, как мы, наверное, ждем. Может быть, какие-то даже радикальные меры. Вы знаете мою позицию, очень хорошо знаете, я не намерен отступать от своего главного принципа, и это не только у меня, у многих, главного принципа управления государством. Все должно быть спокойно, без революции. Вот это самое главное. Особенно в экономике. Вы знаете, я эту экономику не только изучал, уже в зрелом возрасте, но и пощупал руками. Вот в политике, в законодательстве, еще в чем-то, можно принимать радикальные законы, еще что-то переживем. А вот экономика никогда не потерпит, если ты ее будешь ломать через колено. Не сегодня, завтра это тебе аукнется. Поэтому, еще раз подчеркиваю, вы это видели в течение 20 лет. Я шел эволюционным путем. Даже если знал, что этот эволюционный путь не сразу выведет нас на результат, но я понимал, что это не больно будет вам, народу, я шел этим путем. И потом, вы просто забыли, однажды мы уже рассуждали на эту тему на последней моей большой пресс-конференции, когда кто-то задал вопрос, вроде бы из оппозиционеров, вот будет ли там коренное что-то, ломка, реформа и так далее. Слушайте, я готов на любые мероприятия и на любые реформы. Но я тогда задал риторический вопрос, выдержите ли вы это? Надо ли вам это? Потому что задать вопрос о резком движении вперед, чтобы цели какой-то достичь поставленной, и потом реализовать это, как в Одессе говорили, две большие разницы. Одно дело сказать, давайте вперед, а когда вперед пойдем, кто дойдет? Поэтому вопрос не во мне, я готов на любые преобразования и реформы, и на революционные в том числе, хотя это не мой принцип. Я готов делать так, как вы хотите. Я уже много примеров подобных приводил, и никто меня не упрекнет, что я действовал эти годы вопреки мнению народа. Почему? Не потому, что я не понимаю, как надо, где надо, может где-то и пожестче, потому что я вам обещал, что я буду делать так, как вы хотите, в любые президентские выборы. Я так и действую. Если вы мне дадите карт-бланш на любую ломку и революционные преобразования, если вы этого захотите, ради бога, мы это сделаем. Вопрос не во мне, вопрос в обществе. Но еще раз подчеркиваю то, что я сказал. Лучше идти спокойно, эволюционным путем, без ломки и без революций. Настолько, насколько готово к этому обществу. И если вы учились на гуманитарном факультете, вот нас на ИСТФАКе учили, что любой лидер должен идти вровень с народом. На шаг или полшага только впереди него. Вот это я запомнил и усвоил. Если побежишь вперед, даже правильно побежишь, народ отстанет, с кем ты будешь проводить эти правильные реформы и преобразования. Поэтому философская истина на полшага вперед в своего общества. Старайся, чтобы она тебя поддержала, тогда все получится. А пропустим, что вы снова станете президентом, или будете вы дальше гарантировать, что Беларусь не станет другим форонтом агрессии России против Украины? Неужели в Украине еще в этом сомневаются? Я уже не один раз возвращался к этому вопросу и говорил. Еще когда Александр Турчинов был исполняющим обязанности президента, мы встретились на нашей с вами реке, на Припяти. И он мне искренне признался, как давний мой знакомый, задав мне вопрос. Когда мы один на один остались, и говорит дословно, я не хотел перед журналистами задавать вам этот вопрос. Потому что не знал на него ответа. Но вы мне скажите, вы гарантируете то, что вы сказали, что наша Беларусь, то есть Беларусь не станет какой-то площадкой агрессии против Украины? Ну он более конкретно его задал. Я говорю, этот вопрос ты мне задашь при журналистах. Мне скрывать нечего. И я тогда на него ответил. Беларусь никогда не будет площадкой для атаки на любое государство. Запомните, никогда мы выполнили свое обещание. Выполнили. Сегодня трудно, сложно. Даже Петр Порошенко вчера или позавчера признал, что вот этот мир в Донбассе, который был выстроен и прописан здесь в Беларуси, он стал перемирием. То есть даже президент Украины, который выступал радикально, я не осуждаю его за это, он президент ему видней, он уже заговорил о том, что уже наступила перемирие. Значит скоро будет мир. Я в этом убежден. И у вас вообще отпадет этот вопрос, будет ли Беларусь каким-то агрессором или пособником агрессора. Это касается не только Украины, подчеркиваю, это касается всех. Но не дай бог, кому-то захочется бряцать у наших границ оружие. Не дай бог. Я тоже отвечал недавно на этот вопрос. Давайте жить мирно. Слушайте, ну хватит этих войн. Они везде идут. Малые, большие конфликты, холодные, горячие. Хватит. Мы же родные, братья. Что мы делим? Что мы делим? Делим русские, белорусы, украинцы. Делить-то нечего. Пора уже жить мирно. Никому не мешая. И не влазя во внутренние дела того или иного государства. Я спокойно к тому отношусь, что Украина хочет попробовать евросоюзовского хлеба. Пожалуйста. Я вашим руководителям об этом говорил. Но попробовав этого хлеба, вы должны иметь в виду, что за последствия вам придется нести ответственность. Я намекаю на то, сможете ли вы конкурировать в Европейском Союзе. Как показывают вот эти моменты. Евросоюз вам открыл. Зону свободной торговли вы практически имеете. Ну и что вы продали в Европейском Союзе? Не так просто. Мы попробовали своей переработкой сельского хозяйства, которое на порядок выше, чем в других республиках СНГ, выйти на европейский рынок. И наши предприятия некоторые вышли. Но я знаю, чего это нам стоило и скольких лет это нам стоило. Только по одному из направлений. Но все остальное, что мы с Украиной производим в Европейском Союзе, есть. И туда не просто будет прорваться не только в силу конкуренции, но и в силу тарифных, нетарифных мер защиты европейского рынка. Поэтому мы спокойно на это смотрим. Уверен, что... Я не уверен. Я знаю, что уже и Россия успокоилась в этом плане, увидев, насколько вы с Европейским Союзом продвинулись в зоне свободной торговли. Поэтому... Это ваше право. Извините, что я об этом говорю. Вы выбрали свой путь. Мы его уважаем. Мы будем приспосабливаться к тому, какую политику вы исповедуете и какой курс будете преследовать. Мы приспособимся. Мы ни в коем случае не критиковать вас не будем, если это не касается нас. Мы не будем противодействовать этому никогда. Потому что мы родные. Я так понимаю, может вы по-другому. Но вы нам не подбрасывайте больше боевиков. Мы уже устали на границе их задерживать. С гранатами, битами, пистолетами, боеприпасами. Я уже устал читать эти доклады и смотреть эти кинофильмы и разного рода фотографии. Не надо. Давайте жить дружно. Александр Григорьевич, если вы победите, можете ли гарантировать, что Беларусь останется, пожалуй, самой дружественной сейчас страной на постсоветском пространстве к России? Абсолютно неправильный вопрос. Мы не просто останемся, как сейчас, дружественной страной с нашей Россией. Это братская и самая близкая нам страна. И в этом вы можете не сомневаться. Вот это я вам говорю при западных журналистах. Чтобы там в средствах массовой информации российских больше не крутили и не вертели. Что мы тут куда-то поворачиваемся и так далее. Ну, я понимаю, почему это происходит. В России есть некие силы. Они из давних пор не знакомы. Они свою позицию не меняют. Которые хотели бы испохабить наши отношения Беларуси и России. Это у них не получалось и не получится. Мы не просто будем с вами дружеской страной. Мы родные народы и родные страны. И эту позицию мы будем придерживаться этой всегда. Конечно же имеем свою позицию. Допустим и вам, еще кому-то не нравится занятая наша позиция изначально по Украине. Ну и что получилось? Сейчас и вы поддерживаете нашу позицию по Украине. Если где-то непорядок среди двух братьев, то третий не должен подливать масло в огонь. Он должен делать все, чтобы братья никогда не то что не дрались, не конфликтовали. И мы занимаем такую позицию. Не дай бог бы у нас был какой-то конфликт, я уверен, с Россией. Украинцы бы заняли такую позицию. Не дай бог с украинцами у нас были бы непонимания какие-то. Россия бы заняла такую позицию. Мы хотим мирной жизни. А Россия для нас всегда была и экономически, и политически. Не только каким-то другом. Это родные наши братья. Нравится это кому-то или нет. Латвийское телевидение, журналист Юда Итаченко. Президент, разрешите, разъясните, пожалуйста, ситуацию, что насчет российской базы. Тут много всяких сплетней. Вы так плохо следите за... Нет, не плохо, но как там на самом деле есть? Где там? Будут в Белоруссии российские базы, что ли? Вы знаете, нам не надо никаких баз. Поймите одну простую вещь. Я тут ни перед кем не заигрываю и на злобу дня не высказываюсь. У нас... Во-первых, мы с Россией не только строим союзное государство, но мы сейчас в ОДКБ. Это военно-политический союз. Так, как вы в НАТО. Так? Так. В рамках ОДКБ у нас разделены зоны ответственности. Мы находимся на Западе. В непосредственном соприкосновении со структурами Североатлантического альянса. Так? Так. Это факт. Исходя из этого, мы не хотим воевать, мы всегда об этом говорим, но порох держим сухим. Исходя из этого, так как вы, вы впереди идете в этом процессе, так и мы выстраиваем некую адекватную политику. Военно-политическую. Мы в связи с этим в рамках ОДКБ и союзного государства, прежде всего союзного государства, заключили с Россией соглашение и массу в развитии этого соглашения договора. По обеспечению нашей экономической, политической стабильности и военно-политической в рамках союзного государства. Я вам просто напоминаю, это же не секрет. Мы здесь, на западном направлении, вместе с Российской Федерацией, создали соответствующую военную группировку. Основу этой группировки составляет белорусская армия. 70 тысяч штыков на сегодняшний день. Она постоянно совершенствуется, модернизируется. Мы смотрим на конфликт в Украине, в Сирии, в Ираке, раньше, в других местах. Смотрим, какими методами сегодня ведутся вот эти войны или горячие конфликты. И делаем соответствующие выводы, приспосабливая наши вооруженные силы к этим конфликтам. В связи с этим, признаюсь честно, нам трижды, первый раз после иракской кампании, бурю в пустыне США, мы перевернули не только концептуально, но и практически строительство своих вооруженных сил. И после этого дважды, в последний раз после украинского конфликта, приспосабливая свои вооруженные силы к возможному какому-то конфликту. Так вот, из этого запомните одно. У нас с Россией договор по созданию вот этой на западном направлении, наша зона ответственности прежде всего, группировки. Я, конечно, не могу вам в подробности все рассказать, где какая часть расположена и так далее, хотя это тоже небольшой секрет. Но суть состоит в том, если, не дай бог, на Западе возникнет конфликт, белорусская армия решает проблему конфликта прежде всего своими вооруженными силами. Буквально в течение нескольких дней Россия своими вооруженными силами нас поддерживает. Таким образом, упаси нас Господь и латышей тоже нам в это время воевать. То если придется, но если придется, не дай бог, еще раз повторяю, вы не вырывайте мои слова из контекста, не выбрасывайте ничего. Это вы умеете на Западе делать. Я воевать не хочу, но не дай бог придется. Дело не в базах, а дело в том, что мы насмерть, как это когда-то было, будем с россиянами, с русскими людьми и всеми теми, кто хочет нас поддержать. Стоять здесь насмерть в Беларуси. Скажите, для того, чтобы сейчас обеспечить вот эти условия, нам нужна какая-то база, особенно военно-воздушных сил. Что решают самолеты, которые, военно-воздушная база, это самолеты, которые будут перебазинованы, допустим, с России. Там пять, шесть самолетов или десять. Ну, где-то под... А? Двадцать четыре. Двадцать четыре? Полк. Полк, допустим, полк. И будут они посажены на какой-то аэродром. У нас их хватает. Что они решают? Если бы они в Скове, Смоленске базировались, это что, разница большая? Нет. Нам не это сегодня надо. Нам надо, если уже надо. Хотя мы в основном горячую проблему решили. Противовоздушная оборона. Вот что главное для Беларуси. Я рассказывал, когда я поставил вопрос, у нас было два направления слабо прикрытых. Одно из них Брестское и другое под Минском. С-300, С-400, я перед россиянами поставил вопрос. Военные. Наши военные сначала. Нам надо закрывать это направление. Времена были не такие плохие в России. Ну, денег не нашлось. Я тогда попросил, так хорошо, у вас в резерве есть С-300, которые вы сняли с вооружения, заменив С-400, отдайте их нам. Нет, просто не можем. Мы купили их. И наши ребята их модернизировали полностью. И мы все направления закрыли. Но, если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как полонез. Это тоже уже не секрет. В районе 200 километров дальность действия. Это не против Латвии, не волнуйтесь. Эти ракеты Латвию перелетят и в Балтийское море цели могут поражать. Ни в коем случае не против Латвии. Но мы вынуждены были это сделать. Мы сделали это без России. Хотя я тоже просил Российскую Федерацию, вы нам помогите, чтобы у нас были свои системы. Сегодня мы работаем над другими системами, которые сегодня сделают, запомните это, невозможными войну против Беларуси. Самолеты, даже если это будет полк, они не охладят натовские головы. А ракеты – да. Поэтому ПВО и ракетные системы, мощные ударные ракетные системы, которые будут использованы для обороны Беларуси и России, потому что это наша зона ответственности. Вы должны знать, если вы нам скажете, что вы захотите воевать в своей территории или Польше с Россией, вы нам скажете, мы, мол, белорусы, мы будем с ними воевать, вы ни при чем, даже нам не говорите. Мы сразу же начнем против вас войну. У нас соглашение, договор с Россией. Мы будем защищать здесь, в Беларуси, не в Украине, не в Сирии, не где-то там на юге, а здесь мы обязаны защищать российскую землю здесь. Через несколько дней нас будут подкреплять и самолеты, и ракеты крылатые, и прочее, прочее, прочее российской стороны. Я вам достаточно прозрачно об этом рассказал, сегодня нам, если Россия согласится передать нам полк самолетов 24, завтра там будут пилоты, самые лучшие пилоты белорусских вооруженных сил. Я недавно говорил, у нас прекрасные вузы созданы, у нас прекрасная практика, мы купили у России самолеты учебные, на Западе купили, по-моему, Чехии самолеты. И Яки, и Л-39 или Л-38 самолеты, у нас их 10, и уже 4 или 5 российских купили, на чем Россия обучает своих пилотов учебные, боевые самолеты. Мы готовим прекрасных летчиков. Встает вопрос, зачем, если мы можем сами обеспечить это. Возможно, мы еще, я действительно с Путиным не обсуждал эту проблему, я вам клянусь, не обсуждал. Это просто вытащили в средства массовой информации с Россией, наверное, с заседания правительства и бросили эту информацию непонятно зачем. Мы с Владимиром Владимировичем обсудим эту проблему. Если Россия видит, что мы где-то чего-то, ну, мы чего-то не видим, хотя мы ближе к вам, мы видим больше, чем Россия. Ну, вдруг, вдруг Россия нам скажет, может, мы в чем-то ошибаемся. И если вопрос в военно-воздушных силах, то вопрос будет поставлен однозначно. Пожалуйста, дайте нам эти 24 самолета. Не хотите отдать, продать, дайте в аренду. И это тоже вариант. И мы их будем на наших базах, у нас места предостаточно, не надо тратить деньги, у нас их нет. Я и сомневаюсь вообще, что Россия готова и будет создавать эту базу. Это огромные деньги. Но главное, что любую базу, их хватает в Беларуси, ВВС, мы обеспечим. Если Россия на это не пойдет, я уже тоже вам говорил, 10-й самолет, который я поручил в ноябре месяце вооруженные силы, поступит, модернизированный. На нашем заводе модернизируем еще 10 в будущем году. Те же 20 самолетов, которые я когда-то просил у Владимира Владимировича Путина. Но я только не понимаю вас, вы чего, вы сбудились, допустим, эта база была бы в Беларуси. Какую проблему она решает? Ну какую проблему эта база решает? Какая разница для Су-29 подняться с аэродрома в Бобруйске или же с Пскова, или Смоленской, или даже с Москвы? Какая разница? Абсолютно никакой. 500 километров расстояние для этого самолета-перехватчика. Поэтому просто журналисты это схватили, начали это, знаете, извините меня, мусолить в средствах массовой информации, пугая народ. Не надо пугаться. Вот вам честная, искренняя позиция. Возьмите все, что я сказал, еще раз переосмыслите, и вы там увидите, что я действительно искренне об этом говорю. Александр Георгиевич, в Ваше мнение, могут ли эти выборы стать переломным моментом отношений к Беларуси и Западу, и что может помешать вам к улучшению отношений к Беларуси и Западу? Эти выборы, и не только выборы, могут стать улучшением наших отношений с Западом только при желании самого Запада. Все, вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Что сделали, вы не хуже меня знаете. Поэтому, если у Запада есть стремление установить с нами отношения, никто и ничто, отвечаю на вашу вторую часть вопроса, никто и ничто помешать не может. Вы согласитесь, что результаты... Нет, я не соглашусь. Я соглашусь, когда узнаю итоги выборов. Поэтому не торопитесь и поймите одну простую вещь. Ну, почему вы так умозрительно подходите к этим вещам и слишком упрощенно смотрите на выборы? Во-первых, очень важно, с каким багажом выйдет победитель из этих выборов. Если меня касается, ну, очень будет плохо, ну, не то, что уже уж очень плохо, но, согласитесь, плохо будет, если в этот раз меньше, чем прошлые выборы проголосуют людей. Значит, от меня уже люди начинают уходить и недовольны какое-то количество моей политики. Поэтому для меня очень важно, если Лукашенко выигрывает, чтобы я сохранил то, что было в прошлые выборы. Ну, я не даю никому сигнал, уже выборы идут, тут уже не повлияешь на эти выборы. Я и об этом раньше говорил. Во-вторых, исходя из этого, очень важно для Польши, для России, для мирового сообщества Евросоюза Америки, с каким результатом из этих выборов выйдет любой президент, с кем они будут разговаривать, с человеком, который имеет подавляющую поддержку белорусского народа или который чуть-чуть преодолел эту планку. Ведь, идя из оппозиции, первые выборы, вам напомню, Лукашенко набрал, по-моему, 83% голосов в 94-м году, во втором туре. 83%. Ну, потом на процент 2 было меньше, но все равно я этот уровень сохранял. И это две трети населения. Это сильная поддержка. И хотели мы или нет, и я тоже, когда веду разговор с каким-то президентом, я всегда в голове держу, сколько же его народу поддержал. Поэтому это тоже важно. Но если речь, вам все понятно, как вы сказали, и всем понятно, если говорить обо мне, не это главное. Если Лукашенко изберут, то жизнь на этом не останавливается. Я должен, исходя из того, что есть, продолжить, может быть, как ОНТС сейчас говорила, пусть без радикализма, но очень быстрое движение по выходу на нормальный уровень развития Беларуси. Вот что для меня главное. Я должен обеспечить безопасность народа. Избрали бы другого, ему что-то бы простили на первых порах. Мне ничего не будет прощено. Мне ничего не просят. Ни зарплаты, ни экономику, ни безопасность, ни военную оборону. Ничего. Потому что меня сразу спросят, а где же ты был эти годы? Вот мы сейчас маем тягом кампании такую полевку в громадско-политичном житии. Там некие сустречи проходят, политиков с выборщиками, и акции проходят, и мероприемы. Давайте разберемся. Не некая полегка, сустречи некие и так далее. Сустречи проходят те, которые, про кого вы скажете, могут организовать эту сустречу. И только никто никому не мешает. Смогли бы 3-5 человек собирать? Ну не вы, извините, что я говорю. Но все-таки вы их сторонник. Вы же не мой сторонник. Я на чьей сторонник. Это чудовно. Значит, может Короткевич, Гайдукевич и Улохович, правильно я назвал кандидата? Могут они организовать где-то? Организовывайте. Мы ничего не мешали вам. Даже когда они вчера не первый раз в нарушение наших законов вышли на улицы, там не было ни одного милиционера. Может я ошибаюсь, но мне доложили. Это было мое железное требование. Никого не трогайте до выборов. Посмотрим, какой вывод и заключение дадут наши здесь наблюдатели. В кавычках наши, чужие и прочие. БДИЧ, ОБСЕ. Кто только хотел, мы всех пустили. Их тысячу человек приехало из-за границы. Вот посмотрим. Я запретил любое телодвижение, даже где нарушались законы. Так вот, в развитии вашего вопроса, хочу сказать, выборы заканчиваются сегодня в 20 часов, да? Начинайте жить по закону. Мы вам не позволим, им не позволим никому дестабилизировать эту обстановку. Поймите, меня не это волнует. Вот я же вам давно говорил, что мы знаем всех оппозиционеров поименно. Их, вот эта головка, их 400 человек вместе со своими сторонниками в нашей стране. Из 10 миллионов и 7 миллионов избирателей. 400 человек. Что это такое? Это капля в море. Есть еще зеваки, которые обычно ходят за ними. Ну, наш же народ любит, что-то там собрались. Как в советских времен, видно, что-то там дают. Все собрались. Но никто же не понимает, что происходит там за спинами этих оппозиционеров. Вы меня слушаете или ковыряете в своем этом планшете? Я вам онлайн транслирую. А, ну транслируйте. Так вот, я вам в прямой трансляции вам еще раз говорю. Выборы сегодня закончатся в 8 часов. Советую вам соблюдать закон. Почему? Не потому, это я повторяю, вы отвлеклись. Не потому, что мы боимся этих 400 человек. Мы переживаем за тех зевак, которые обычно собираются вокруг. И меня настораживают, вот я не зря сказал, один плюс один украинцам. Слушайте, хватит сюда посылать боевиков. Мы их сотнями задерживаем на границе. Да они не могут объяснить, чего они сюда идут. Они просто не думали, что Лукашенко сможет закрыть границу. Забыли, что я пограничник бывший. Мы ее закрыли. Мы очень многих вынуждены были вернуть, потому что, имея у себя травматическое оружие, и биты там прочие, мы их возвращали. Но если только боевое оружие были, и такие гранаты, пистолеты, и к ним боеприпасы, мы их задерживали. Поэтому я не исключаю, что кто-то еще и сегодня объясняется. Вы же этого не знаете, когда ходите по улицам. И вчера, вот я посмотрел сюжет на нашем телевидении, очень правильно связали вот эти события. Там, конечно, не совсем, наверное, профессионально, но понятно. Когда взорвалась граната у Верховной Рады. Погибли люди. Кто за это ответит? Поэтому входите в законное русло. Вот вам вся полегка. Я к тому, что зараз то сразумело, что по закону все, но калибрать минулые годы... Зараз разумело, что рабили не по закону. Ну так. Да. Так вы же... Нет, одно дело по закону, как вы кажете, а другое дело не по закону. Не проблема. У нас определены места, как в Великобритании. Хотите, еще раз посмотрим на эти места. Собирайтесь. Или пусть собираются. Я это буду приветствовать. Пусть собираются, обсуждают проблемы, критикуют власть и становятся оппозицией. Если вы будете и дальше жить на зарубежные гранты, мы у вас эти деньги отбирать не будем, я вам обещаю. Но мы будем народу говорить, на чьи деньги вы ведете эту пропаганду и какую. То есть все будет честно, я вам гарантирую. Если вы не будете переходить вот эту черту, если вы не перейдете рубиком, мы никогда никого не будем здесь ловить. Никогда. Это я вам обещаю. Как только вы приступите, даже не закон, а вот некий рубикон, который у нас принят в обществе, мужики, вы знаете, что будет. А с внешнеполитичное будущее? Вот кажется, что с 12 числа завтрашнего дня будут вспынены санкции европейской субботы в Беларусь. Вы что, переживаете по поводу того, что будет? Вы радуете, что будут вспынены санкции? Это же не супруг Лукашенко будет приняты, вспынены санкции. Эти санкции будут вспынены супридержавой, супридбелорусской народой. Вы радуете, что вы все страдаете? Мне уже надоело в последнее время читать, когда в СМИ рейтер, по-моему, или кто первым сообщили, что возможно будет что-то там снято, приостановлено. Да Господь с ними. Они убедились в том, что санкции это во вред. И увидели, что Беларусь порядочное государство. Мы ведь не закрыли для Запада в экономике ни их транзит через Беларусь в Казахстан или в Китай, как от нас требовали. Мы не сделали то, что могли бы сделать в экономике. Мы не стали там Бучу здесь устраивать и усложнять ситуацию в Украине и так далее. Они поняли, что мы нормальное государство. Здесь живет нормальный народ. Поэтому успокойтесь. Все зависит от Запада. Мяч железно там, почти в воротах, в западных воротах. Несколько слов об перспективе отношений между Беларусью и Китаем. У нас никогда не было таких добрых отношений, близких отношений, стратегически важных отношений с Китайской Народной Республикой, как сейчас. Это первое. Второе. Мы будем развивать, как и развивали наши отношения. Мы будем идти только вперед, выстраивая очень хорошие отношения. Нам дорого обошлись в плане дипломатическом наши отношения с Китаем. Мы их выстраивали больше 20 лет. Я еще был депутатом. Первый раз я приехал в Китайскую Народную Республику. И я всегда, будучи в парламенте, говорил, посмотрите на Китай. Это за ней, за этой страной будущее. Возьмите стенограмму и посмотрите, что мне оппозиционеры тогда ответили. Коммунисты промолчали, оппозиционеры сказали, Ну и что, мы же не банановая республика, что мы будем ориентироваться на Китай. А сегодня с Китаем любое государство радо иметь хорошее отношение. Мы их выстроили до того, как вы стали империей. Настоящей мощной империей. И мы этим дорожим. Могу провести, как показатель будущего наших отношений, слова Си Дзиньпина. Он мне сказал так, а мы с ним знакомы до его президентства. Мы с ним знакомы были задолго до этого. И потом хорошо знакомы и дружески у нас были отношения. Он сказал, Китай сегодня готов поддержать Беларусь по всем направлениям и в любое время. И ко мне обратился. Ты понял, что я сказал? Я готов сделать для Китая, для Беларуси все, что нужно и поддержать ее вопреки всему. Дорогого стоит. Китай просто так слова на ветер не бросает. Вы это лучше меня знаете. Поэтому у нас прекрасные отношения. А экономика наша будет сегодня вертеться вокруг шелкового пути идей. И мы уже начали реализовывать одно из направлений, предложенных Си Дзиньпином. Один из узлов мы здесь развиваем экономических. Великий камень. Огромное строительство идет. Здесь будет производство будущих поколений. Самое продвинутое передовое. Мы приглашали и приглашаем все компании на это место, чтобы они перенесли свое производство. И здесь производили. Требование одно. Суперпроизводство. Производство завтрашнего дня. Другое нам здесь производство не надо. И мы имеем много компаний, которые сюда готовы прийти. Вот это и есть итог на сегодняшний день наших отношений с Китайской Народной Республикой. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить вас за ту поддержку и помощь в это сложное время для Беларуси. И кредитную, и инвестиционную, и по поставкам, и закупкам нашего оборудования, техники в Китае. За все. Александр Николаевич, несколько лет назад на такое же общение с прессой после голосования вы обещали, что в ближайшее время пригласите к себе журналистов и покажете, как и где вы живете. Но до сих пор оно так и не произошло. Почему? Вы так рветесь ко мне в дом? Да. Ну, я посоветуюсь с вами домашними, и мы с вами встретимся в моем доме. Неужели вам так это интересно? Ну, не только мне, но и нашим читателям интересно. Вашим читателям? По-моему, наши читатели уже все видели, знают, где я живу. И не только внутри моего дома, но и вокруг этого дома. Ну, я подумаю, я постараюсь вас пригласить, прятать мне нечего, тем более домов у меня нет своих. Вот в данном случае я приехал из этого дома, который построил еще Петр Миронович Машеров, и который в нем жил. Правда, у него была, наверное, большая семья, поэтому у него там было три, по-моему, четыре спальни. Мне столько не надо, вы знаете, у меня маленькая семья, поэтому мне столько спален не надо. Я оборудовал там кабинет, архив. Вот единственная реконструкция, которая проведена в этом доме. Все остальное, лес и прочее, как было, так есть. Да, правда, посадил везде сады. И, ну, вы тоже видели, собирают там какой-то урожай, не только в саду, но и земельных участков, которые когда-то были запущены. Я не думаю, что это вам будет очень интересно. Все абсолютно так, как у вас дома. Ну, может быть, размеры немножко побольше. Но это уже претензии к тем, кто строил этот дом.